Биомашин. Этот парень ворвался на ютуб слов на ураган, и какое-то время многие даже думали, что он станет новым Игорем Войтенко. Я одержим прогрессом, я одержим реализовать свое видение, свои мечты, которые у меня есть в голове. Попасть в Нью-Йорк, брат, это то, что я одержим. И действительно, помимо роликов, которые собирали миллионы просмотров, он также обозначал какие-то глобальные проекты, которыми он будет заниматься. Параллели были очевидны. У Игоря был свой бренд одежды, и парень Биомашин также хотел создать новый инновационный бренд одежды, причем высокотехнологичный, и с использованием таких вещей, как, например, ткани из конопли в качестве основного материала, в отличие от традиционного хлопка. Но в итоге, спустя какое-то время, стало очевидно, что Биомашин до уровня Игоря не дотянуть. А вместо высокотехнологичной одежды он начал делать обычный китайский ширпотреб, который продает своим подписчикам по завышенным ценам. Тем не менее, у него уже почти миллион подписчиков на Ютубе, а это значит, что пришло время посмотреть какой-нибудь из его роликов и объяснить, что за ерунду он в нем рассказывает. И ролик, о котором сегодня пойдет речь, называется «Роковые заблуждения эктоморфа». Я считаю необходимым сразу объяснить, что никаких эктоморфов, мезоморфов и эндоморфов не существует. На канале есть отдельное подробное видео, где я объясняю почему, поэтому сейчас не буду все это пересказывать, а просто проведу небольшую аналогию. Если я никогда не занимался в зале и приду в зал, то мне, естественно, будет пожать 100 килограмм гораздо сложнее, чем тому человеку, который уже несколько лет занимается в зале и, допустим, сейчас жмет 80. Но это не значит, что я, допустим, штангоморф, а этот человек не штангоморф или наоборот, потому что никаких штангоморфов не существует. Точно так же, если человек мало ест вследствие каких-то своих привычек, образа жизни, ему это неинтересно, ему неинтересно заниматься спортом и так далее, и поэтому он худой, то это следствие того образа жизни, который он ведет, а не он ведет этот образ жизни, потому что он худой. Точно так же стоит ему изменить свой образ жизни, изменить свой подход к питанию, к тренировкам, и произойдет чудо, он начнет меняться. Аналогичная ситуация с ребятами, кто страдает лишним весом. Они страдают лишним весом не потому, что у них кость широкая, и не потому, что они родились толстыми, а потому, что это следствие того образа жизни, который они ведут. Естественно, нужно сделать оговорку про существование исключительных единичных случаев, где подобная конституция тела вызвана какими-либо генетическими отклонениями или заболеваниями, но эти случаи действительно носят единичный характер, и не стоит сразу себе их приписывать, если только у вас на руках нет заключения от врача, где действительно подтверждается наличие у вас какого-то заболевания. Как, например, вот Андрея Кобелева есть генетические проблемы с ЖКТ, и это факт. Но даже несмотря на это он смог набрать полтора десятка килограмм мышечной массы, и на пике своей формы выглядел гораздо более атлетичным, хотя это и было тяжелее ввиду вот этих его физиологических особенностей. Подавляющее же большинство людей просто ищет отговорку для того, чтобы не получать тех результатов, которые они хотели бы получить. А помимо них есть также еще огромное количество, например, производителей спортивного питания, фитнес-блогеров, журналистов и кучи других странных личностей, которые просто зарабатывают деньги на том, что создают подобные мифологические концепции. Точно так же никаких эктоморфов не существует. Давайте посмотрим, какие советы дает биомашин так называемым эктоморфам. Ребята, всем привет! Сегодня я бы хотел адресовать свое видео в частности ребятам худого телосложения, которым не совсем, возможно, повезло с генетикой, которые именуют себя эктоморфами. На самом деле перед вами стоит очень тяжелый путь, гораздо сложнее в каком-то плане, чем тем, кому с генетикой повезло. И сегодня я бы хотел поделиться с вами, на мой взгляд, тремя глубочайшими заблуждениями и ошибками, которые совершает абсолютное большинство и которые действительно мешают достичь результата. Я не думаю, что с ними можно даже спорить. Я и на своем примере, и на своем опыте убедился, что это действительно так. И перебирая большое количество разной информации по теме культуризма, здоровья, питания, спорта в целом, я прихожу к тем же мыслям. То есть они подтверждаются. Я надеюсь, кому-то из вас это видео поможет, потому что ключевой его задачей стоит действительно, возможно, кому-то открыть глаза. Даже не открыть глаза, а заставить немножечко задуматься, пересмотреть свою точку зрения. Я сейчас не выступаю в роли учителя, конечно, нет. Я просто хочу поделиться своими соображениями и, возможно, у кого-то в голове щелкнет, и он поймет, что правда допускал какие-то ошибки и делал что-то не так. Задушевный голос и достаточно медленная подача информации очень сильно контрастирует со всем тем, что я вижу на Ютубе. Но хочу сразу обратить внимание на его слова про генетику. Ребят, повезло с генетикой или не повезло с генетикой можно говорить на том уровне, когда ты достигаешь уже предела своего генетического потенциала. Например, на уровне олимпийских спортсменов, где либо ты родишься, как Майкл Фелпс, с такими же ногами, либо ты не родишься, как Майкл Фелпс, и тогда да, тебе повезло или не повезло с генетикой. На уровне обычной физкультуры, на уровне тренировок для себя, домашних, уличных, нельзя говорить о том, что повезло или не повезло. Больше 99% людей, которые занимаются для себя, настолько далеки от своего генетического потенциала, даже на пиковой своей форме, потому что это требует невероятных усилий достижения этого потенциала, что это просто опять очередная отговорка, что, мол, с генетикой не повезло. Это не я не могу выкладываться на тренировках, не я не могу поддерживать режим дня, не я не могу следить за своим питанием и организовывать его разнообразно и достаточно для поддержания мышечного роста, а вот мне с генетикой не повезло. Очень простая отговорка, которую очень многие пользуются, но которая не имеет никакого отношения к тому, достигаете вы результат или не достигаете. В контексте тренировок с, собственно, весом, тренировок на уличных турниках и брусьях и занятиях для себя. Это не профессиональный спорт. Тот уровень, на котором мы занимаемся, здесь генетика, роли не играет практически никакой. Итак, ребят, давайте первое. Почему-то бытует повсеместно мнение, что необходимо есть огромное количество пищи. Мол, если ты эктоморф, у тебя большой метаболизм, и, конечно же, при наборе мышечной массы профицит калорий, но он правда нужен. Ну, тут сразу, сразу прекрасный, прекрасный большой метаболизм. Я не знаю, что большого. Биомашин, может быть, увидит этот ролик и покажет на нашей с вами любимой схеме с демонстрацией метаболизма человека, что именно у эктоморфов там большое. Потому что я с таким определением не сталкивался, и мне очень интересно узнать, что у эктоморфов большое. Что касается заблуждения, мифа о том, что нужно есть больше, то здесь есть смешение двух вещей. Во-первых, чтобы набрать мышечную массу, человеку с небольшой массой действительно нужно есть больше, чем он привык. Нужно создавать профицит калорий. Это единственный способ в нашей вселенной, где существует закон сохранения энергии, для того, чтобы начать набирать мышечную массу. Во-вторых, большая ошибка заключается в том, что человек пытается сразу прыгнуть с, допустим, условно, с 60 килограмм, на которых он находится, до 90 килограмм, на которых он хочет находиться. И он начинает есть как на 90 килограмм. Хотя это очень большой прыжок, к которому его организм не будет готов. Это то же самое, что попытаться с места прыгнуть сразу, без разминки, без тренировки, без подготовки, на 5 метров, допустим, даже без разбега. И потом разочаровано говорить о том, что, видимо, вам генетика не позволяет это сделать. Я не знаю, можно ли прыгнуть на 5 метров. Это я так, к слову, сказал. Но суть вы поняли. Если человек весит 60, то его первая банка должна быть процентов не более чем на 10, чем его текущий вес. То есть ставить себе цель, и, соответственно, подстраивать режим питания нужно не под 90 килограмм, действительно тогда, нажирая непонятно что, а, скажем, на 63 или 66 килограмм, да? И вот такая небольшая цель после ее достижения позволит зафиксироваться на новом уровне, помимо того, что сам путь к достижению этой цели будет достаточно плавный и не то чтобы слишком обременительный. Поэтому профицит калорий, да, он необходим, но его не нужно делать сразу огромным на конечную целевую массу. Его нужно сделать на промежуточный уровень. Вот. Но очень часто речь идет о безмерном потреблении. Мол, чем больше, тем лучше и так далее. Но давайте вот на чем остановимся. Я очень хочу показать вам обратную сторону, о которой я тоже в свое время вообще не думал, когда был в начале пути. Смотрите, в чем стоит задача, цель ваших тренировок? Сделать себя лучше. Увеличить мышечную массу. Параллельно, возможно, даже вы этого не осознаете, но улучшается здоровье и разные стороны вашей жизни. Большинство именно зацикливается на мышечной массе и объемах, что неправильно. Но параллельно, потребляя огромное количество еды, очень часто это превращается просто в погоню за калорием. Вы жрете все, что можно, все, что попадет под руки. И сладкое, ну, можно, да, в вашей ситуации. Наверное, многие думают, типа, все пойдет в топку, все пригодится. И если люди, которые следят за своим избыточным весом, они там что-то еще смотрят, что полезно, что не полезно. Наоборот, самые вредные продукты, они, как правило, очень калорийные. И вы думаете, что, ну, это прям для вас и вперед. Но на самом деле задумайтесь. Просто хочу сделать замечание о том, что не существует хороших продуктов и плохих продуктов, если только мы не говорим про трансжиры. Продукты – это инструменты. У любого инструмента есть своя сфера применения. Соответственно, тот же сахар в чистом виде, если вам нужно резко восполнить запасы, он отлично подойдет для этого. Поэтому давайте не будем демонизировать разного рода еду. Конечно, не вся она одинаково ценна с точки зрения и калорийности, и содержания в плане макронутриентов, микронутриентов. Но не будем говорить, что вот плохая еда. Параллельно с этим наносится колоссальный вред вашему организму. Даже если вы стараетесь придерживаться хороших продуктов, там, в основном сложных углеводов и прочее, но переваривать такие огромные объемы пищи в количестве 5-6 приемов, и очень часто эти приемы до отвала от пуза. Количество приемов пищи не важно. Единственное, что имеет значение – это общая калорийность вашего дневного рациона. Разделите вы ее на 3 приема пищи, на 4, на 5, на 6, на 7 – уже не так важно, если вы обычный здоровый человек, например, и если у вас нет проблемы с уровнем инсулина в крови. Все советы и в этом видео, и во всех видео в интернете, они касаются обычного среднего человека, который знает, что у него нет проблем со здоровьем, потому что если есть какие-то проблемы, то уже нужно обращаться к врачам и консультироваться с ними, и, соответственно, подстраивать свой образ жизни под это. Но говорить, что если ты ешь 6 раз до отвала, и это плохо, это некорректно. Тем более, что большинство людей с небольшой, относительно небольшой массой, они думают, что они едят много, но стоит им завести дневник питания и становится очевидным, что они недоедают в лучшем случае. Они приводят к очень плохим последствиям. Возможно, да, сейчас в моменте вы наберете мышечную массу, но потом, с возрастом, вы сейчас в основном молодые меня смотрят, что произойдет потом? Проблемы с ЖКТ, язвы, гастриты, расстройства. Вы начинаете, извиняюсь за выражение, пердеть постоянно. Газообразование. Очень многие на себе это ощущают и начинают жрать ферменты и прочее, прочее, прочее. В целом, замечание верное, да, но оно связано не с тем, что вы пытаетесь набрать мышечную массу, а с тем, что вы пытаетесь сделать это слишком быстро. Любая попытка сделать что-либо слишком быстро, будь то набор массы, похудение, попытка достигнуть каких-то физических показателей, она ни к чему хорошему не приводит. Тренировки – это длительный путь, это, как говорится, марафон. И надо к этому быть готовым. Не нужно хотеть получить результат за месяц, за два, за три, за полгода. Конечно, я понимаю, что по молодости принять эти советы тяжело, но чем старше будет становиться, тем больше будет соглашаться со мной. Тем больше будет соглашаться со мной. Так что в этом плане предупреждение верное, но основание для него не совсем точно подобрано. Ферменты – это неплохо. Конечно, там нужно выбрать нормальные, но все-таки это идти против природы, ребят, против своей же сущности. Обманывать, обходить, гасить симптомы – это неправильно. Видимо, человек не сталкивался с людьми, которые обладают генетическими заболеваниями и для которых использование ферментов является жизнью необходимым, потому что их уровень жизни в лучшем случае очень сильно упадет, а в лучшем случае сама жизнь прекратится. То есть для многих достижения современной химической промышленности, фармацевтической промышленности позволяют жить абсолютно нормальной жизнью. И отказываться от этого – это очень и очень странная идея. Тем более клеймить это как хождение против природы человека. Человеку дали мозги для того, чтобы он адаптировал природу под себя. Ну, как дали? И благодаря эволюции у человека сформировался мозг, в том числе раздельные его отделы, отвечающие за воображение и придумывание новых вещей, которых в природе не существовало, для того, чтобы жить человеку было лучше. Вот она, природа человека. Менять окружающий мир под себя и выживать. Задумайтесь над этим очень хорошо. Я сейчас убежден в том, что не нужно жрать столько много, что ключевые проблемы кроются как раз-таки в других вещах, о которых я скажу чуть позже. В плане еды необходимо придерживаться, конечно же, очень обдуманного подхода. Вы действительно должны есть вместо там лишнего пряника, 100 грамм гречки и так далее. То есть, я считаю, что углеводы правильные, хорошие, в виде круп, действительно классных, гречку, считаю, вообще необходимы. Если вы едите рис, то не ешьте белый, ешьте бурый. Он дороже, но это правильный выбор. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать лекцию Егора Мусина про правильное питание. Вот здесь она будет, которую мне скинул Басик, в которой наглядно и с химическими формулами объясняется, что нет такого понятия, как хорошие углеводы, плохие углеводы. Не нужно демонизировать продукты. Хочется съесть пряник, съешь ты этот пряник. Все упирается исключительно в калорийность рациона. Если тебе нужно набрать, ты ее повышаешь. Нужно скинуть, ты ее снижаешь. Из чего она состоит, тоже важно, но для другого. Потому что, например, если у тебя задача стоит строительство мышечной массы, то нужно обеспечить ее достаточным количеством белка, который из углеводов ты не получишь. Но это отдельный вопрос. Это не значит, что гречка, хотя в гречке есть, да, белки, она в этом плане лучше, чем пряник. В какой-то момент тебе пряник будет лучше, потому что, если ты потренировался, ты устал, тебе надо быстренько подзарядиться, съедаешь пряник, получаешь, оп, глюкозу в мышце, ты в голову, и все, и ты снова заряжен. А если ты решишь поесть гречки, то ты не ощутишь такого быстрого прилива бодрости. Поэтому... Тогда, возможно, да, вас ждет успех. И не нужно жрать избыточное количество белка. На самом деле, очень сложно. Вот сейчас многие из вас подумают, так сколько же надо? Ты, если критикуешь, предлагай. Норм на самом деле нет. Придется считать. Если вы действительно хотите результатов, придется считать. Как программа образовательная наша сотка, есть отдельный инфопост, в котором мы считаем, сколько человеку нужно белка. В том числе, также мы ссылаемся на нормы, которые существуют. Удивление, да. Всемирная организация здравоохранения, естественно, разработала нормы. Они, в принципе, кстати, подходят и обычным людям и спортсменам по количеству белка. Если же вы хотите посчитать, сколько конкретно белка нужно именно вам, то ссылка на этот инфопост будет в описании к видео. Заходите, смотрите формулу, по которой все это рассчитывается. Там ничего сложного, нужен просто ручной калькулятор. И считаете. И узнаете, что вам на самом деле нужно гораздо меньше белка, чем вас хотят убедить в интернете. Ну, сейчас он тоже об этом скажет. Но такие вот моменты, да, лайфхаки, как добавление, действительно, научитесь вкусно готовить эти каши. Их действительно можно делать вкусно. Придется свои кулинарные способности немножечко развить. Если вы уже взялись самостоятельно менять свою жизнь, а если вы еще эктоморф, которому генетика вообще это не дано, ему лучше заниматься там наукой, чем-то еще, что вам больше дано, чем это? Вот это сейчас просто, я не знаю, это следующим шагом место женщины на кухне, видимо, у него будет из таких посылов. Эктоморфом в науку, мезоморфом в спорт, женщинам на кухню. Добро пожаловать в 16-й век. Я не знаю, я не знаю, откуда он это взял, но это... Ой, смешно. Но здесь вам природа прямо-таки говорит, нет, тебе не дано встать огромных. Нет, блин, столь все равно пытаются. Если вы все-таки хотите это сделать, прикладывайте усилия не только физические и там... В столовой, но и умственные, пытайтесь понять себя, пытайтесь прииграться, присмотреться. Природа еще человеку говорит, что тебе не дано летать. Ну, блин. Люди такие существа, которые не очень понимают слово «не дано», поэтому берут и создают самолеты и летают. Это наше отличие от других животных видов. Найдите свой оптимальный рацион питания. Очень важно обратить внимание на это. По белку еще один, на мой взгляд, еще одно большое заблуждение. Я тоже смотрел силу Янова, как и вы, я тоже смотрел многих специалистов, которые говорят о двух граммах, но все больше начиная копаться в этом и рассматривая большое количество альтернативных точек зрения, беря во внимание собственный пример и опыт моих знакомых людей, которые занимаются тренингством, имеют обширную практику, но это совсем даже не два грамма. Здесь речь идет даже о полутора граммах или о двух граммах белка на 80% общей массы тела. Но, опять-таки, я призываю не приходить вот к этому, к заморачиванию по этой теме. Я никогда не заморачивался. Собственный опыт, опыт друзей, знакомых не может являться основанием для каких-либо выводов, если мы говорим про научный подход. С другой стороны, действительно, за исключением производителей спортивного питания, которое раньше вообще рекомендовали по 3-4 грамма на килограмм употреблять. Сейчас они снизили свои аппетиты, они зарабатывать стали меньше, но и люди стали поумнее и понимают, что столько белка никому не нужно. Действительно, 1-2 грамма это очень большой разброс. Разброс 100% это очень большой разброс, это очень условное значение, но это те примерные 1-1,5-1,2 те примерные данные, которые можно получить из средних форм. Как я уже сказал, если хотите посчитать именно для себя нужное количество, то в сотке есть инфопост подробного описания. Ну, может быть, кто-то скажет, что мне дано и так далее, я не совсем с этим согласен. Я просто пришел к какому-то адекватному питанию и вот еще на что хочу обратить ваше внимание, ребята, смотрите на совокупность факторов, а не на один из них, таких как калории, углеводы и белки. Помимо этого, есть еще множество всего, что помогает ваш организм держать в хорошей функциональной боеготовности. Ведь когда организм будет строить и поддаваться вашим внешним воздействиям в плане тренировок, тогда, когда у него достаточно всего для нормальной жизнедеятельности. Это очень логично и вот именно от таких вещей стоит отталкиваться. Смотрите, если у вас не хватает каких-то необходимых элементов для обеспечения нормальной жизнедеятельности, фиг вам и не мышечная масса. Поэтому обратите внимание лучше вот на что и потратите свои деньги лишние на вот на что. Задумайтесь о том, чтобы принимать омега-3. Витамин D3, когда нет большого количества солнца, это обязательные добавки. Обратите внимание на минералы, макро и микроэлементы в вашем организме. Это очень важно. Поэтому питание должно быть очень разнообразным и должно содержать огромное количество овощей и фруктов. Либо каких-то биодобавок, которые содержат в себе необходимый пул этих веществ. У меня на канале есть отдельное большое видео, в котором я рассматриваю функции пищи и в том числе я говорю, для чего нужны белки, жиры и углеводы. Белки, жиры и углеводы также называются макронутриентами, то есть большими, большими нутриентами и они составляют основу любого рациона. Соответственно, именно с них и нужно начинать, нужно убедиться, что у вас сбалансированное питание по белкам, жирам и углеводам. Добавки. Омега-3, D3, что угодно. Они потому и называются добавками, что они являются добавками к вашему основному рациону. Они ни в коем случае не являются основой. И это также является ошибкой большинства новичков, которые, когда хотят набрать массу, сразу бегут в спортивный магазин и начинают закупаться протеином, креатином и прочей ерундой, при том, что у них даже нет нормального еще сформировавшегося рациона. Они не ведут дневник питания, не следят за тем, сколько чего и как они едят и так далее. Но ведутся на рекламу, ведутся на маркетинговые акции и выкидывают свои деньги фактически в пустоту. В том же самом ролике в конце я резюмирую очень кратко и привожу прекрасную, на мой взгляд, аналогию, которую я позаимствовал у Олега Терна из его Диеты пятнашки и сравниваю разные элементы пищи с энергетическими ресурсами. Давайте я прямо сейчас включу этот момент, чтобы у вас было простое, понятное определение того, что такое белки для организма, что такое углеводы, что такое жиры и что такое минералы. Посмотрим и вернемся к биомашине. Ну и завершая сегодняшнее видео, хочется провести простую аналогию, которая позволит вам легко запомнить, какие роли играют разные макронутриенты в нашем организме. И для этого можно сравнить их со строительными материалами. Например, белки это своего рода кирпичики, которые можно использовать для того, чтобы построить что-то. Кирпичи бывают разной формы, разного размера, разной плотности, но идея у них одна. Это основа, из которой вы строите какое-то здание. В то же время, например, жиры можно сравнить с деревом. С одной стороны, можно дерево использовать как строительный материал, деревянные срубы, из них можно сделать стены. С другой, их можно сжигать и получать таким образом энергию. Важный момент в том, что можно их использовать сразу, сейчас прям, либо запасать. Углеводы это электричество и это главный энергетический ресурс, который необходим вам для строительства, для обеспечения жизнедеятельности организма и его главная особенность заключается в том, что он тратится прямо здесь и сейчас. Конечно, небольшое количество энергии можно запасать в батареях, о которых я уже рассказывал. Они есть и в организме своего рода аналоги батарей, да, вот гликоген в печени, но это сравнительно небольшое количество, то есть поступление углеводов, энергии в организм нужно было обеспечивать постоянно. Витамины и минералы это драгоценные камни, которые необходимы в разных, допустим, отраслях промышленности для обработки, для каких-то функций. Их не нужно большое количество, но они необходимы для совершения каких-то определенных узкоспециализированных действий. Абсолютно то же самое происходит в нашем организме. И вообще, если задуматься между аналогиями тем, как устроен наш организм, тем, как устроен мир в целом, технические системы, живые системы, когда начинаешь обо всем этом думать, становится очень и очень интересное. Но это все вопросы уже продвинутых уровней и требуют значительно большего времени и совсем другой формат, нежели тот, в котором я сейчас снимаю наше видео. Мои рекомендации добавлять по тарелке овощного салата почти каждому приему пищи. По небольшой тарелке, да, это условно. То есть, стакан, стакан овощей при каждом приеме пищи это минимум, базовый. Если вы много едите, вам необходимо есть клетчатку и овощи, они будут помогать вам эти объемы переваривать и хорошо усваивать. Плюс будут снабжать вас всем необходимым для нормального функционирования целостного. Ягоды и фрукты. Каждый день должно быть два-три фрукта. Разные причем всегда. И стакан ягод. Вот это очередное. И вот с этого нужно начинать. А потом к этому добавлять килограммы мяса и прочее. Это как раз добавки. Вы сначала формируете основу своего рациона и обеспечиваете калорийность необходимых. А потом наполняете его дополнительными вещами, такими как клетчатка, которая действительно способствует пищеварению, такими как ягоды, фрукты, которые обеспечивают ваш организм витаминами. При этом не огромным количеством, а сравнительно небольшим. Да, как он сказал, там, стакан ягод или пара фруктов в день, там, бананы, яблоко. Лучше, конечно, всегда разнообразные. Чем более разнообразным будет ваш рацион, тем более вероятно, что вы обеспечите организм всем необходимым. Это действительно, да, это добавляется, но это не основа, ни в коем случае. Это именно добавки. То есть сначала макронутриенты, а потом уже вот эти вещи. А потом уже, если вы действительно выложились в плане питания на полную, но до сих пор не можете достигнуть своего результата, либо ваш образ жизни не позволяет этого сделать, тогда вы уже смотрите в сторону каких-то еще более точечных добавок. В общем, вы поняли. Я считаю, что нужно сначала разобраться с тем, что необходимо для того, чтобы нормально существовать организм, а потом уже пытаться его заставлять расти. То есть посыл-то правильный. Сначала разобраться с тем, что необходимо, потом с дополнительными вещами, а потом уже заниматься перестройкой. Но только понимание того, что является для организма основой, а что над стройкой у биомашин ошибочно, к сожалению. Ведь это миллионы ребят смотрят. И тоже начинают думать, что ягоды и фрукты это главное. Следующее. Слишком много тренировок, слишком много отказов и слишком много базовых упражнений. Да, действительно, я, наверное, не буду спорить с тем доводом, что база необходима для того, чтобы развиваться. И она должна быть. Должны быть тяжелые отказные подходы. Опять-таки, здесь очень тонкая грань до отказа и немного до отказа. Я все-таки приверженец того, чтобы чуть-чуть не доходить до отказа. И если вы уж убиваетесь в отказ, вы должны давать себе соответствующее восстановление. Очень многие тренируют мышечную группу часто. Очень многие на каждой тренировке доходят до отказов. И очень многие недовосстанавливаются. Это очень большая проблема, на самом деле, которая, ну, радикально все меняет. Я думаю, что самый оптимальный вариант, если вы только в начале своего пути, это первые два года, это однозначно фуллбади два раза в неделю. Все тело два раза в неделю. Тренироваться до отказа или не до отказа, это не так важно. Вопрос заключается не в этом. Вопрос заключается в том, чтобы понять, за счет чего растет организм. Организм растет, в том числе, начинает наращивать мышечную массу, когда сталкивается с условиями, когда ему эта самая мышечная масса становится необходима и когда у него есть возможности для ее постройки. Фактически, на тренировке вы создаете запрос на строительство мышечной массы, после тренировки вы с помощью питания обеспечиваете это самое строительство, да, как заказ сделали в интернет-магазине, и тем вам его доставили. Очень просто. И запрос на строительство новых мышечных волокон будет у организма тогда, когда нагрузка, которую он получает на тренировке, будет для него стрессовой, то есть будет выше того уровня, к которому он привык. Способов обеспечивать стрессовую нагрузку выше крыши, просто придумать можно огромное их количество, и оно связано не с тем, чтобы тренироваться, можно до отказа тренироваться и будет стресс, можно не до отказа тренироваться и будет стресс, можно тренироваться два раза в неделю и давать стресс, можно тренироваться пять раз в неделю хоть каждый день, но тренировки будут недостаточно интенсивными для того, чтобы организм воспринималось как стресс, и соответственно у него не будет запроса на строительство новых мышечных структур. Это основа основ. Но, да, действительно, чем более интенсивная, чем более тяжелая у вас тренировка была, тем, конечно же, после нее нужно дольше отдыхать дольше времени давать организму на восстановление. При том, что на каждую мышечную группу должно быть не больше четырех подходов. Не больше четырех подходов. Это могут быть разные упражнения. Да, вы можете брать, допустим, приседания и два подхода какого-нибудь жима ногами. Если мы говорим про ноги. Если мы говорим про грудь, это может быть жим, могут быть разводки. Да, то есть по два подхода. Меньше двух подходов в упражнении я не думаю, что стоит делать. То То есть, 4 подхода и каждый подход нового упражнения, я не считаю, что это разумный вариант, тем более для начала. Поэтому обратите на это внимание. И утверждение «базу до отказу». Ну, фраза про мое мнение, по моим ощущениям, она сама по себе приятная. Но более научным является подход определения объема тренировочного в неделю с помощью тоннажа. Не падай, пожалуйста, мой прекрасный штатив. То есть, считается количество килограмм, которое вы поднимаете на тренировке, и затем оно раскидывается уже между упражнениями, между подходами на все тренировочные дни. И он уже определяет, сколько вы именно подходов сделаете, сколько именно упражнений. В какой-то степени оно верное. Но, с другой стороны, очень многие пользуются этим неверно. Во-первых, вы просто уничтожаете свой опорно-связочный аппарат этими упражнениями. Очень многие делают их неправильно. Я вообще рекомендую их не делать. Выбросы тестостерона, с которыми все гонятся, они минимальны и недолгосвязаны. Он сейчас рекомендовал людям в тренажерном зале не делать базовые упражнения. Ну, то есть... Надо ли мне пояснять значение слова «базовый» в этом контексте? Или кто-нибудь скинет ему ссылку на определение? Потому что... То, что человек делает упражнение неправильно, не значит, что упражнение плохое. Это значит, что человек его делает неправильно. И человеку нужно научиться. Для этого, собственно, и дается маленькая нагрузка. Для этого и дается большое количество подходов и повторений, чтобы нельзя было взять изначально большой вес и угробиться. Но при этом можно было бы наратить нейромышечную связь. Поэтому вот этот его совет, он чрезвычайно странный. Срочно. Гораздо важнее общий фон тестостерона. И уровень катаболизма в вашем организме, который огромен. Из-за вашего неправильного питания, неправильного образа жизни и сна, подбухивания периодически, отношения к жизни, отношения с другими людьми. Вот с этим нужно разбираться, а не с уровнем тестостерона на тренировке. И не пить тестобустера постоянно. Это не выход. В этом правильно говорит. Люди, которые начинают заниматься, очень сильно загоняются по вещам, по которым они не должны загоняться в ближайшие лет 10 своих тренировок в принципе. В том числе вот по уровню тестостерона. Если вам нужен прогресс, то достаточно просто следить за тем, что веса будут увеличиваться, количество подходов будет увеличиваться, количество повторений будет увеличиваться, сложность упражнений будет увеличиваться. Все эти показатели будут вам говорить при сохранении техники без попыток обмануть себя, будут говорить о том, что ваш организм растет. Просто это не быстрый процесс. И поэтому цифры позволят вам объективно за ним наблюдать даже до того момента, когда вы начнете замечать это в зеркале. Про питание, сон, отношение к алкоголизму, все очень верно. Да, эти факторы чрезвычайно важны. И многие на них забивают. И забывают о том, что они важны при этом. Так вот. Умеренные тренировки. Не больше трех в неделю. Тем более для вас. Две самые оптимальные варианты. Потом же будете добавлять что-то там. Будете не... Какие-то отстающие мышечные группы. Будете пытаться ими отдельно заниматься. Но это потом. Этот совет, видимо, прилетел к нему из космоса. Потому что в космосе вакуум. И этот совет точно так же из вакуума. Этот совет точно так же из вакуума. Потому что он не имеет отношения ни к чему. Просто это супер-мега общий совет. Из той же серии, что тренировки должны длиться не дольше часа. Почему? Какие тренировки? Какие тренировочные цели? Какой у вас уровень? Просто не больше часа и все. Не больше двух-трех раз длитель. И все. Почему? 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 Биомашина, объяснишь, пожалуйста. Почему два-три раза в неделю? Расскажи, что у тебя стоит за этим советом. Очень хотелось бы услышать. Вы сначала поимейте хотя бы какой-то результат. Потом загоритесь. Потом начнется азарт. Потом начнете еще больше в это окунаться. И пойдет, поедет. Но сейчас не впишите. И отношение к тренировкам у вас просто обязано быть долгосрочным. Если вы мыслите трансформациями. Вот первое видео на моем канале вы можете посмотреть. Там мы с одним парнем пытались сделать трансформацию. Это абсолютно неправильный подход. И я это видео оставил только лишь потому, что его до сих пор смотрят. В надежде, что ребята оттуда перекинутся на видео, которое я снимаю сейчас. И поменяют свою точку зрения. Это неправильно. Вы должны мыслить в рамках лет. Год минимум. Для каких-то там минимальных изменений. Все хвастаются там, что я набрал 10 килограмм, 15 за полгода, за несколько месяцев. Но, ребят, сколько из этих 10-15 килограмм будет мышечная масса? Ведь мы о ней говорим и к ней стремимся. Абсолютно маленькая величина будет из этого общего результата. Поэтому не думайте никогда быстрыми промежутками. Вы, во-первых, не успеете наработать какие-то минимальные понимания себя и тренировок. А это очень важно. И без этого прогресса порой не бывает. Вы не сможете почувствовать свои мышцы. И не наладите эту пресловутую нейромышечную связь. А это тоже очень важно. И первые пару месяцев должны направлены быть не наебашилого с железом и тяжелыми весами, там база и прочее. А именно легкие веса, привыкание к нагрузке, втягивание, умение чувствовать себя. И становление правильной техники. Вот он правильный путь, я считаю. Подумайте об этом. И следующее... Ну вот здесь он все абсолютно правильно говорит, я с ним абсолютно полностью согласен. Возможно, стоит скинуть этот ролик дикому лосю, у которого половина видосов на канале про то, как накачаться за 5 минут. Или обрести пресс за месяц, или еще чего в таком духе. Вот... Но все же понимают, что это кликбейт просто. На самом деле вы никогда не получите результатов быстрых. Особенно в деле накачки мышц. Если похудеть еще можно быстро, я рассказал об этом ролике про лося. Да, есть два способа секретных. Не таких секретных, если я про них уже рассказал. Действительно. То с набором мышечной массы все гораздо сложнее. Хотя потому, что процесс строительства новых мышечных блоков занимает десятки дней. Это просто вот на клеточном уровне процесс строительства занимает десятки дней. Вы должны это понимать. Поэтому процесс в организме в целом тоже займет достаточно большой срок. И это при условии, что вы обеспечите и будете обеспечивать ему все необходимые условия в течение длительного периода времени. Как можете понять по мне, у меня нет такого. Потому, у меня и цели-то нет. Я, когда начинал заниматься... Я, когда начинал заниматься в качестве себе ориентира, в плане физической подготовки, поставил себе Микки из Большого Куша. Микки Пшигана. Ты останешься здесь, пока мы не закончим. И у меня никогда просто не было цели раскачаться и стать большим. Мне не интересно ни это само занятие, за редким исключением, ни подсобные процессы, связанные с организацией питания, с организацией сна, с чем у меня вообще огромные проблемы сейчас. С подстраиванием всего своего образа жизни под достижение этого результата. У меня нет такой цели. Я тренирую свое удовольствие и получаю тот результат, который я хочу. Кому-то этого результата достаточно, кому-то хочется большего. Ну, тут нужно понимать, что каждому свое. Также, да, хотелось бы добавить, добавлять разные типы тренировок. Поначалу, да, работаем в классике. Это нормальный стиль тренировок, бодибилдерский. 12-15 повторений. Вес примерно 70% от максимума. При том, что если вы мышцу чувствуете, можно этот вес сильно уменьшать, потому что вы, воздействием своей головы, можете увеличить нагрузку на целевую мышечную группу. Нет, качать мышцы силой мысли у вас не получится. Поэтому нужно использовать другие параметры. Например, вы можете начать делать упражнения медленнее. Таким образом, время под нагрузкой увеличится. И можно использовать более низкие, более маленькие веса, и они будут давать тот же результат. Ну, в общем плане, нет никакого смысла снижать уровень нагрузки, снижать используемые веса, если вы уже научились с ними работать. Если вы полностью контролируете технику и в позитивной фазе упражнения, и в негативной, то есть и на сокращении мышц, и на расслаблении, нет абсолютно никакого смысла использовать более легкие веса, чем вы можете использовать. Потом обязательно чередуйте. После первого полугода-года тренировок добавляйте силовой стиль тренировок, где вы будете делать в промежутке 5-6 повторений с большими весами. Но это должно быть редко. Раз в месяц, я думаю, такие тренировки на каждую мышечную группу возможны. И обязательно обратите внимание на пампинговый стиль. И на частотодинамический тренинг. То есть ограничение амплитуды в движениях, чтобы развивать мышечные волокна окислительного типа, которые очень выносливые, и у них просто не получается закислиться. В связи с этим они не развиваются. И настрой по жизни необходимо менять. Необходимо понимать, что нужно гнаться не за большим количеством тестостерона и каких-то там анаболических гормонов. На самом деле самостоятельными усилиями их сильно не поднять. Абсолютно никак. Только фармакология. А это не наш путь. Самый лучший вариант для вас – уменьшать негативные факторы в вашей жизни. То есть меньше стрессов. А это очень важно. Все мои прорывы в тренировках были только на фоне нормальной жизни. Когда я избавлялся от людей токсичных, когда я выбирал какие-то вещи, которые сильно грузят мою голову и мешают сосредоточиться на тренировках. Вот разбирайтесь, пожалуйста, с этим. Это ключевое, это самое главное. Я не знаю, зачем в ролике новичкам информация про статодинамику, про силу Янова и все остальное прочее, потому что людям, которые только начинают, это все не важно и не нужно. Они будут прогрессировать и без этого просто за счет увеличения уровня нагрузки, уровня интенсивности тренировок. Делайте больше подходов, больше повторения, с большим весом. Тут человек передний виз делает, даже ничего себе. И вы будете получать результат. Загоняться на тему всей этой псевдонауки сейчас вообще нет никакого смысла. Тренировать медленные мышечные волокна не обязательно в частичной амплитуде. Есть еще варианты. Я обязательно запишу ролик про митохондрии и миофибрилы, где расскажу, чем отличаются эти составляющие мышечные структуры и как они тренируются. И все. Зачем? Зачем это сейчас здесь? Тем более в таком общем виде из серии... Ну, не знаю, это как если бы человеку, который пришел в автошколу и собирается только получить права, ему начинают объяснять, что есть еще фишки, которыми пользуются гонщики Формулы 1. Уровень, который для тебя недостижим и, возможно, никогда даже не будет достижим, но вот типа есть такие фишки. Это ведь как в фильме «Начало», помните? Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Мистер Коп хочет сказать... Идея. Она живучей и крайне заразна. Стоит идеей завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Я имею в виду сформировавшуюся идею, полностью осознанную. Поселившуюся в голове. И дальше люди начинают действовать неоптимальным образом, именно из-за того, что себя перекручивают. Слишком усложняют все. Слишком усложняют весь процесс. Все начинается, на самом деле, с простых вещей. Сон должен быть минимум 8 часов. Минимум, ребят. Вам нужно забыть про всякие эти мантры. 6 часов спи меньше. Тебе вывел в Армурсу Роснеггер. Это неправильно. Я пытался делать все это в своей жизни. И ты превращаешься просто... Превращаешься просто... В убитого человека. Который... Немного не получается рассуждать. Нормально мыслить. Ты все время себя плохо чувствуешь. Ты легко, что тренировка уставший и прочее. Это не жизнь. Вам нужно засыпаться от расстановления. Это основы. Как можно пренебрегать самую главную частью вашей жизни. Касаемо тренировок и вообще всего остального. Сном никогда не нужно пренебрегать. Пренебрегайте всякой другой фигней, чеку, хуйной, которую вы трогаете в жизни. А на сон никогда не забивайтесь. Пите минимум 8 часов. Ложитесь пораньше. Вот. Про сон совершенно правильно. Про четкую количественную рекомендацию про 8 часов. Тем более, минимум 8 часов можно поспорить. Гораздо более правильным будет дать рекомендацию спите до того момента, пока вы высыпетесь. Высыпетесь. Выспетесь. То есть вы должны просыпаться не по звонку будильника, а потому что вы выспались и вы проснулись. Это будет наилучшим вариантом с точки зрения восстановления организма. И да, сон это прям вот вторая вещь. Даже первая вещь. Нет смысла тренироваться, если у вас все плохо со сном. Вы даже близко не получите тех результатов, которые могли бы получить, если бы высыпались. Поэтому слова верные, привязка к четким рекомендациям мне не нравится. Вот. Но я тем более сам сплю далеко не 8 часов, потому что у меня нет такой возможности. На словах про 8 часов все молодые родители просто рассмеются ему в лицо. Вроде бы все, что я хотел сказать, я надеюсь, эти мысли вам помогут что-то пересмотреть. Может быть на что-то обратить свое внимание. И я очень надеюсь, что кому-то из вас это поможет. Я немного хаотично обо всем рассказал, но в целом мое повествование основывалось на трех базовых вещах. Это первое, пересмотрите питание и необходимые вещества для вашего организма. Тоже посмотрите на это под другим углом. Второе, это принципы тренировок. И третье, это принципы жизни. Вот на чем держится, я считаю, прогресс. Я сейчас, да и не сейчас, а в целом, ни гуру, ни эксперт в этом деле. Я просто очень сильно этим интересуюсь, постоянно изучаю, читаю, смотрю. И смотрю очень много, непомерно много. То есть я могу с утра до вечера этим заниматься, и меня прет от этого. Мне очень интересно. Вот, я бы хотел этим всем делиться. И сейчас, я очень долго на самом деле уже тренируюсь, несмотря на то, что я еще молод. Наверное, около десятка лет общего стажа. Именно вдумчивого тренинга, причем я практически с самого начала тренировок железом, начал подходить к этому с научной точки зрения. И много чего уже попробовал. И вот сейчас я переживаю самый большой прогресс в своей жизни. То есть никогда так сильно и быстро я не прогрессировал. Я связываю это с большим количеством разных вещей. Но все, что я вам сказал, сработало и на мне. Это подкреплено еще собственным опытом. И также, хотел бы сказать, не зацикливайтесь на себе, на своей фигуре, на своем результате. И поймите, что даже вот пытайтесь мыслить как-то более глобально. Я сейчас в последнее время очень сильно развиваюсь в других областях. И понимаю, что вот это вот бодибилдинг и культуризм, это спорт иллюзий. Не создавайте иллюзий и не делайте из себя фигуру и куклу. Нужно немного с другой точки зрения к этому всему подходить. Когда вы покупаете лишний там пакет ненужной жиротвы, которую просто потом высрите в унитаз, который не усвоится. Опять же, я говорил, да, решите проблемы со своим желудком. Вы должны быть чистыми, здоровыми людьми. У вас должно быть в норме все витамины и минералы. Только тогда вы сможете воспринимать всю эту пищу, которую поглощаете и усваивать. Не ешьте много за один прием пищи, слишком много. Чуть-чуть не доедайте, да, выходите из стола немного ненасыщенным до конца. Смотрите на это глобально. Когда вы берете лишний пакет еды, поймите, что вы провоцируете потребление и вот эту всю нашу человеческую структуру, которая основана на бесконечном потреблении, на желании покупать что-то новое и прочее. И вы поощряете все это дело. Вы поощряете все то, против чего многие из вас настроены. Что он вообще несет? Как желание побольше кушать стимулирует общество потреблений? Куда он уехал? Это был ролик про эктоморфов. Куда он в конце ролика скатился? Зачем вся эта информация? Ну то есть, блин. Помимо того, что в ролике и так было огромное количество воды и пустых слов, заканчивается ролик просто нереальной и непонятной ерундой. И вот во всех маленьких наших действиях на самом деле отражается картина мира, которую мы пишем сами, да, и к которой порой возмущаемся. Поэтому даже здесь мы можем понять, что умеренность нужна даже здесь. Умеренность и холодный расчет и грамотный подход. Я очень надеюсь, что мне удалось донести какое-то рациональное зерно в вашу голову. Вот такой вот небольшой, я не знаю, подкаст, как еще можно назвать такой формат. Никаких графиков особой науки. Просто режим диалога. Я надеюсь, кому-то из вас понравится. Обязательно, ребят, поддерживайте видео, чтобы нам как-то немного где-то уже подниматься, продвигаться. Результата быстрого не будет, я это прекрасно понимаю. Но я надеюсь, благодаря вашей активности и поддержке, это видео видит большее количество людей. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Не люблю людей, которые тренируются на площадке под музыку. Если только это не мы сами и не под хип-хоп. Что я могу сказать? Свои впечатления от ролика скорее отрицательные, чем положительные. Потому что вот ролик длится 18-19 минут. И в нем действительно есть несколько очень разумных мыслей, с которыми я абсолютно согласен. Но они находятся в окружении, в окружении просто огромного количества воды. То есть это просто как островки такие в океане, которые ты слушаешь, 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 и бац, что-то полезное. Помимо этого, может быть, островок, который будет наполнен какой-то лживой информацией. Ну, неправдиво, я не знаю. Видимо, когда он говорит про научный подход, либо биомашина немножко лукавит, либо использует сильно устаревшие источники в своей работе, потому что это все уже давно по-другому оказалось. Наука не стоит на месте, постоянно что-то открывается, постоянно что-то изучается, появляется большее количество информации. И поэтому говорить сейчас про тех же эктоморфов или про большой метаболизм или еще какую-нибудь ерунду, это все не соответствует действительности. Кроме того, с другой стороны, мне очень не понравились его категоричные заявления из серии «тренируйтесь два-три раза в неделю, делайте 4-5 подходов, спите не менее 8 часов» и так далее. Потому что все эти параметры, они очень индивидуальны. Они зависят от огромного количества других параметров, которые от человека к человеку будут меняться. И, соответственно, нужно подстраивать их под себя. Поэтому я в своих видео, в своих образовательных программах исхожу от другого. Я говорю, от чего зависят эти параметры, чтобы человек сам, чтобы каждый человек сам мог под себя посчитать их, подстроить и решить, как ему будет удобно. Вот. Я знаю, что вы в комментариях просили меня сделать еще разбор видео биомашин про отжимания от пола. Там тоже есть... Там примерно то же самое, да? Там большой ролик, в нем есть какие-то полезные мысли, в нем есть какие-то бессмысленные мысли и в нем очень много воды. Но я обязательно сделаю это видео, если вот этот текущий разбор соберет 5000 просмотров, следующим я сразу сделаю биомашин. А пока он собирает, я сделаю на кого-нибудь еще, потому что формат в целом довольно интересный. Смотреть, что другие говорят и видеть, насколько это все не очень хорошо. Или хорошо. Например, у Виктора Блуда в том же ролике про грыжу, помимо фундаментального заблуждения, было также очень много полезных, действительно, советов. Поэтому, если есть предложения по разборам, тоже пишите в комментариях. Мы их все читаем, снимаем ролики. С вами был Антон, канал Street Workout, и увидимся в следующих видео. Пока!